Давайте просто подведем результаты. Выгодно ли фармить на остроге, на линях, ну и тем более новичку. Три часа рыбалки. Три. Это дело все выходит в 200 монет. Стоит оно того? Я считаю нет. Как уже говорил ранее, относительно недавно мы на новом, на голом аккаунте, грубо говоря, ловили на хлеб и на обычного червя. Карасей, уклейку на вьюнке, самым первым махом, на опарыша. И за три часа рыбалки делали 400 монет. Имеет ли смысл ловить линя? Опять же, может мне так повезло с клевым, не знаю. Но если отсортировать, для новичков как бы. Амур белый, 7200. Возится долго, снасти убиваются быстро. Карп. Ну окей, у меня с карпами, наверное, просто повезло так действительно. Но имеет ли смысл сейчас упарываться в ловлю линя? Мне кажется, нет. Особенно новичку. За это время лучше пойти действительно карасей половить, прокачать свой навык в доночной ловле, допустим, там, да, либо поплавочной ловле. Половить гораздо больше рыбы. И пофармить, мне кажется, можно будет больше даже на самую обычную наживку. Все же сыр это, пусть он и есть в продаже, но это достаточно дорого. Дороже, чем обычный червь, либо хлеб, там, либо прокачка, там, до перловой каши. Поэтому лично мое мнение, что новичку, новичку, упарываться в ловлю линя, наверное, не стоит. Попробовать просто половить, ну, может быть, но опять же, это очень-очень спорно, ввиду того, что, как я уже сказал, мне просто повезло, что у меня не клевали карпы с амурами. А они могли бы клевать, тем более, что они клюют там на сыр вообще прям без проблем. Поэтому, действительно, вот лучше, лучше пойти и половить карася. На вьюнок, на строк, ой, на строк, на комаринку, выполнять заказы в кафе. И по деньгам будет выходить лучше. И прокачивать будете вот этот вот навык. Смысла от линя нет. То есть, как бы, раньше, да, раньше было, мне кажется, все гораздо проще с линем. Он раньше лучше клевал, чем сейчас. Сейчас, наверное, все же, ну, скажем так, рыба для прилова какого-то. Да, опять же, если вы хотите пробовать, наверное, закрыть линя трофейного, ну, просто ловите карпа, если есть чем. И я думаю, вы однозначно его когда-нибудь закроете, да? Если посмотреть вот по трофеям на старом остроге, да? К примеру, линь, смотри на что. Ну, на выползка, окей, ладно. Хотел поумничать еще немножко. Но тут на выползка был пойман. Но опять же, пока я ловил и пытался закрывать там карпов, амуров белых на остроге, были пойманы неоднократно линь трофейной. И если действительно вам нужно под закрытие, то просто имеет смысл ловить на бойлы. Но с тем условием, что у вас есть чем ловить карпа. Потому что на бойлы, да, в принципе, как и на сыр, карп с амуром будет клевать. Поэтому, уважаемые новички, я, наверное, могу вам сказать так, что искать линя на старом остроге, ну, действительно, не стоит. Не стоит оно того. Потому как грустно все. Действительно грустно. За три часа рыбалки 200 монет на остроге. Ну, такое себе. Опять же, еще стоит понимать те моменты, что я, типа, ловлю с прикормом на линя. А прикорм на линя, он открывается не так, наверное, скоро, как хотелось бы. И, то есть, у новичков такой возможности не всегда есть такая возможность, действительно. Поэтому лучше ловите карася. Я думал, я действительно чего-то не знаю, чего-то не понимаю. На линя можно фармить, как не в себя. Но, по факту, видите, что. Ничего хорошего. Может быть, мне, конечно, так повезло. И, может быть, вы, когда придете, как новичок, и будете пробовать ловить линя, может, вы заработаете больше. Далеко не факт. Потому что на строге актуально что? Лещ и карп. По большому счету, наверное, да, это лещ и карп. А линь, это действительно рыба для прилова какого-то. Ну, угорь, окей, еще интересен многим. Но, опять же, не могу назвать это хорошим фармом. Опять же, когда будете пытаться угря закрывать на того же выползка, да, в принципе, можно закрыть линя. Поэтому, новички, извините. Но на лине делать вам нечего. Мое такое мнение. Спасибо. Выговорился. Выговорился.